Чего это тут такое? А тут у нас на новой плитке суп грибной на курином бульоне. Суп из пакета грибной, но пакетик я уже выкинула. И с пшеничными отрубями. Ложек 5, наверное, чайных когда-то закидачила. Чисто, чтобы погуще было. Мышек мы больше пока не ловили. То ли они еще не успели наплодиться, то ли что. Но поймал-то оно по размеру довольно таких приличных. Первое это было вообще как колобок, в смысле большая. После того, как он сварится, я собираюсь помыть шебелевку под холодным, природным практически душем. Ну, в смысле шланга. И потом уже тут опробовать свой пылесос. Для этого дома это будет самый первый, самый новый, самый единственный пылесос. На самом деле он давно не новый, но он просто маленький. И как бы я газа-то покупала еще, будучи на засипеде, за полторы тысячи в Дикси, за какие-то наклейки, спинка моей подруги. И она себе купила точно такой же. Ручной пылесос. Я хотела взять с собой морковки. У меня в холодильнике лежит там. И немножко картошки. Но вообще основное именно морковки, чтобы можно было, допустим, куриный суп сварить. Потому что лук как бы есть. Ну, так как я морковку забыла, то вот пакетик грибного супа на основе куриного бульона. У меня состоит из-под куриного бульона. Вчера два раза ушло. За два раза. В окрошку. Первая была окрошка, что я снимала с соленым огурцом. Второй раз я уже без соленого делала огурца. Ну, в общем, тут теперь у нас, как я и до этого говорила, вот это готовый уже суп грибной на курином бульоне с пшеничными отрубями и уже со сметанкой. Приятного мне аппетита! Я тут убралась, но я как бы это не заснимала. Но покажу, где вот этот пылесос сейчас стоит. Вот он там, пылесос. У меня что-то оса была. Я думала, пчела как-то залетела, и решила ее выпустить, а оказалась оса. Долго убиваемая. Для тех, кто не знает, как убить оса. На самом деле, я ее на телефон сфоткала, но раз уж я тут с видеокамерой. И да, у меня там варится гречка на колодежной водичке. Я потом ее хочу с молоком попить. В смысле, поесть. И масло у меня, по-моему, я не уверена. Я, конечно, очень надеюсь, что это, на самом деле, сало свиное с собой взяла. Но есть шанс, что я перепутала и взяла козье сливочное масло. Но если это сливочное масло, то я потом его сюда положу в кашу. У меня на максимум 4 градуса, скажем так, теплоты. 4 формы. На четверке стоит. Закипит, и я уже поставлю на двойку. Так вот, чашечку можно отмыть, если она так не отмывается. Попил в ней кефирчика. Или даже, наверное, оставил в ней этот кефирчик и попил после. И она отмывается. У меня на завтрак сегодня была чашка кефира. Я хотела еще кофе сделать, яичко сварить, но что-то так замоталось, а и в итоге сейчас уже обед. Но на самом деле, по-моему, еще не время обеда, но я уже хочу кушать. Вырезала камера. Как нам время посмотреть. Тут 20 минут этого. В принципе, даже можно сказать обеденное время. У кого какой, во сколько обед? В 12-20, вполне себе обеденное время. Не обязательно до 2 часов. У меня нет такого повара с собой, как в пансионате. Ну и вообще в 2 часа я очень редко обедала. Вот именно если только в пансионате или там, когда на сессии. Пока там плитка без электричества сама себя греет, у меня чайник. Потому что плитка вместе с холодильником и чайником никак. Трубки вышибают. А вот плитка и холодильник, или плитка и чайник, или холодильник и насос. Очень даже нормально. При этом может быть даже какой-нибудь телефон включен или свет. Свет зажген. Я еще одну себе. Вообще там 2 поварешки было. Сейчас еще 2 поварешки уже положила, думаю, без сметаны этого супа. И здесь у меня этот смешанный оригинал и лайт катаны. Бусида. Нет, там молоко есть. Не кузье, правда, но то и молоко. Покупное, магазинное. Вот я сейчас согреться, сделаю себе кофеечку. Напоминаю, я тут третий день. Ну, может это для кого-то важно. Из любителей деревенских блогов. Видеоблогов. В итоге это действительно козье сливочное масло. Мы его потом с собой увезут. Потому что я думала, что это сало. Если бы сало, я его ставила бы здесь до следующего раза. Что-нибудь там на нем пожарить. Хотя я сюда взяла неполную бутылку масла. Слобода подсолнечная. Ну, тут еще какое-то было. Ну, кстати, можем сейчас узнать, какое. Что родственники говорили, что, возможно, оно уже просрочилось. Вот мое масло. Оно тут слегка скособучилось, пока ехал. Слабо, да. А это тоже скособучилось. Ну, скособучилось, оно пока удалило совок себе. У него там срок бытия есть. Да, оно уже просрочилось. Оно до 12 ноября прошлого года. Куда-нибудь его, наверное, может выйдет. Жалко у нас соседи уехали. В прошлом году, я помню, там две бутылки. Одна до октября была. Вот эта до ноября. Я им октябрьскую отдала, когда они еще тут были. Ну, как бы помощь нуждающимся. Им бы все равно покупать. А тут халявная. Ну, в общем, как бы предложила, они согласились. Ну, раз согласились, значит, как бы надо было, да. Ничего выкидывать еду, если есть люди, которым она вполне себе пригодится. А вот сейчас их нет. Ну, с другой стороны, на нашей части их нет. Потому что деревня в итоге чистая. Нет такого срача, как раньше было. Ну, и с другой стороны, куда это масло девать. Совершенно без понятия. Сюда поставим тогда. Мое масло. Мое, кстати, до какого. Это ведь я-то еще белочка. Так, она у нас 24 февраля 2019 года. Своя она. Она, наверное, год живет. Или как-то так. Пока на кашу посмотрите. Да, 12 месяцев у него срок годности. В общем, до февраля следующего года. Ну, я думаю, здесь, конечно, недостоит. В крайнем случае, если когда будем уезжать, и тут останется эта масса, я его просто возьму обратно с собой в город, чтобы оно не пропало. А это надо будет куда-то девать. Оказывается, можно растрировать село и еще раз, и, наверное, еще раз, еще раз, еще раз. Только как интернета тут нет, и мне поделиться своим восторгом не как с товарищем по несчастью, то я решила на камеру это записать. Тут что-то похолодало. Я даже немножко, ну, часик, наверное, подремала. Вынесла свой планшетик, чтобы отрядачить, ну, доклинить, оказывается, это не клинило даже эту страницу. Но что-то так холодно, ветрено. Думаю, надо этот планшетик обратно убрать, и уже дома это сделать. В общем, дома на планшетике доделать то, что здесь. Тайпом не... То, что после тайпа останется, скажем так. Кто-то что-то где-то пилит. И специально идти пешкодралом было бы как-то, совсем палевно. А я перед этим думала, прокатиться еще или нет. Ну, как бы солнышко, полдевятого где-то так. И в итоге любопытство пересилило. Правда, сейчас уже прекратили пилить. Ну, если дерево, то на обратно тебе замечу. Не поеду по круговой. Ну, в смысле по круговой, по кругу не поеду. А так чисто вот недалеко. Достаточно недалеко, скажем так. И решила проехаться. Думаю, если дерево пилили, то увижу. Если распиливали бедную ферму, от которой так практически ничего не осталось, то тем более увижу. Ну, или хотя бы увижу уже потом. Вот это вот то, про что я до этого как-то говорила. Может быть, вчера еще когда снимала. Напомню, сейчас третий день моего бытия тут. Осталось еще два дня. И две ночи. И соседский велик. Смотрите, что он со скоростями. Он нифига не со скоростями. Это уже чистый декор. Остатки было роскоши. Я глянула, там просто обычная цепь. И в этот раз уже какая-то имитация педального тормоза есть. Хозяин велика. К нему второй вроде год приезжает. Ну, или по крайней мере в прошлом году точно приезжала. Позапрошлом не помню. Внучка, дочка с внучкой. Ну, дочка с дочкой. Короче, его внучка и его дочка. И внучка ездила на велике. И, видимо, все-таки про задний тормоз уже смысл. Педальный тормоз уже человек вспомнил. Вообще, как бы велик в этот раз и не просила. Но он привык, что еще на велике. Если я кажу пешком даже по деревне, то это, видимо, какое-то нечто сверхстранное. Может, меня, конечно, глючит, но там, кажется, голоса какие-то. Потом буду монтировать, может, уже в Углича. Если услышу в записи, в наушниках специально попробую. То, значит, там действительно голоса, а не глюки. Вообще, когда я сюда ехала, тут прямо эта дорога на... Вообще совсем, если прямо не сворачивать. Ну, смысл по ней идти и ехать. Просто есть там развилки налево, налево, налево. То можно выехать к Хомутову. Даже не к Хомутову. Можно выехать как-то очень прямо к Шишкину. Но я никогда до туда так далеко не ездила. Один раз, правда, доехала. Там раньше была огороженная зона, мертвая, где зараженных кабанов к прадцам отправляли. Однажды доехала, где потом словесно влетела от деда, мужа бабушкиной, родной, сестер. Ну, и, в общем, дед все еще живой. Сестер уже вместе с бабушкой, ну, кроме одной, нету. И если до упора и там вот эта дорога не очень как бы видно, если не знать. Ну, как бы есть дорога, но понимаешь, что она уже такая как бы тупиковая. Возможно, визуально так кажется, что она тупиковая. То будет налево поворот такой приличный. Конечно, не асфальт. Но вот там будет как раз в Хомутово. И где я уже несколько лет не была, потому что там медведь ошивается. Ошивался. Ошивало даже два медведя. Сейчас не знаю. Потому что дядю своего, который тут егерит, я не видела. Чтобы спросить. И, в общем, потом, может узнаю, если нету его уже этого медведя или куда-нибудь в другое место угнали, то там кусты шиповника. И вот в сентябре было бы круто его собрать. По правую руку там большая липа. Но я к ней ни разу не подходила. И, в общем, перед этой поворотником остатки еще через поле. Вот так вот с левой стороны видно. Свиноферма была когда-то. Ну, при мне она уже не была. Когда мы из ней дом купили. И с подругой, про которую я в этом видео, но оно было как бы полноценно, я подозреваю, вчера говорила. Мы туда с ней пешкодраном ходили. И с сестрой туда же на велике ездили. Там раньше роща была. Сейчас, конечно, уже все заросло. И, в общем, там был поворот еще на Кожевниково. И сама дорога называется на Кожевниково. Что-то едет. Я, пожалуй, пока отруглюсь. Короче, пока я ехала, тут кукушка-кукукла. Я вот не знаю, услышалась она камера или нет.